здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я как-то мельком показывал вот такого муравья друзья попросили меня связать но дело в том что вот такого муравья уже делал известный чешский вязальщик и у меня правило не копировать вещи те которые изготавливал кто-либо так как в лучшем случае выйдет хорошая копия а в худшем случае получится просто безобразие поэтому и я вас отчасти призываю к тому чтобы вы творчески подходили к вязанию мушек откройте картинку посмотрите и подумайте что и как и чем вы можете заменить даже вот глядя на вот этого комарика можно попробовать изготовить своего но используя совсем другую технику давайте попробуем крючок я взял гамакатсу из серии ls 2293 это специальная вот такой формы и беру нить нить желательно использовать крепкую тонкую ровницу где-то порядка 10 12 0 может тоньше закрепим нить для того чтобы у нас в дальнейшем хорошо держались материалы а тело у нас будет достаточно легким и нежелательно нам накручивать много нити поэтому я буду использовать в качестве дополнительного крепления наш клей подмазали немножко клея и промотаем до начала загиба и здесь остановимся я в качестве допустим основного тела то есть задней части взял вырезал из обыкновенной пенки вот такой кусочек придал каплевидную форму согласно габаритам своего крючка и той модели которую я буду вязать этого комарика покрасил его и вскрыл лаком все больше как говорится мы к этому не возвращаемся примере и прихватим вот где-то вот так у нас будут выглядеть наша задняя часть нашего муравья добавим немножко клея и уже окончательно закрепим и к между основным телом и торсом грудкой находится у нас как говорят в лица талия я в этом месте чтобы не оставлять вот нить как она есть я аккуратненько стараясь виток 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 витку моей ровнице насколько это позволяет стараюсь сформировать вот этот переход приблизительно пару миллиметров больше не надо для того чтобы все было более качественно я опять нанесу на это место клей можно лаком можно клеем то есть кому как будет удобно с какими материалами работать и немножечко надо подождать пока наш клей прихватиться хотя бы пару минут клей наш подсох я отрезал кусочек пленочки приблизительно по ширине моего будущего тела для сравнения так чтобы допустим не шире чем наша задняя часть нашего туловища для того чтобы изготовить торакс нам необходимо с вами на месте крепления промотать немножко даббингом даббинг желательно подобрать чтобы был как можно мельче но учитывая то что у меня допустим в данный момент самый мелкий даббинг из набора который хендосовский я буду использовать его а вообще желательно использовать даббинг если у вас есть для сухих мушек вот такой вот даббинг цвет подберете для себя сами желательно чтобы был коричневый или черный и готовим даббинговую тоненькую нить желательно почему потоньше чтобы в этом месте мы могли изготовить вот такой вот шарик так как мы сейчас с вами уже начнем крепить наши крылья плотность его должна быть значительно то есть приблизительно так чтобы она подходила уже у нас по толщине нашей задней части у меня это недостаточно поэтому я повторяю операцию эту второй раз если у вас имеется допустим полипропиленовое волокно или полипропиленовая пряжа или же антрон соответствующий это будет даже еще лучше чем то что мы с вами сейчас изготавливаем приблизительно вот столько нам будет достаточно переводим нить приблизительно по середочке нашего торакса который мы изготовили и приступаем теперь к нашим крылышкам я подготовил два вот таких перышко гризли которые подойдут для изготовления моего комарика вымеряем длину наших крылышек чтобы они должны немножечко заходить за край нашего тела вот так как у меня допустим вышло что недостаточно то есть мне приходится приматывать не за само перо а почти за саму ость желательно чтобы вы не общипывали так как тогда будет легче нам закрепить наши перышки мы их закрепили вот так сверху теперь подровняем и окончательно закрепим мы с вами закрепили наши крылышки и теперь нам необходимо на месте крепления крыльев изготовить лапки крылышки пока мы окончательно не разводим после того когда будет готова мушка мы уже потом им придадим окончательно форму я беру изготавливаю дабинговую петлю так как нить у меня достаточно тонкая и методом расщепления у меня не получится я подготовил для изготовления нимфы вот мех вот такие вот остевые волоски из козы почему из этого материала потому что другой материал не подходит можно использовать перо взять намотать лапки но я хочу изготовить так поместил мех в ступку подровнял его и теперь будем укладывать его вот приблизительно вот такой величины пучочка мне будет достаточно укладываю в дабинговую петлю и выбираю здесь же пока не отрезая выбирая длину моих лапок которая меня устроит и теперь уже подрезаю под ту длину которая меня устроит вот 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 держу все это вот так пока на пальцы подвожу поближе к своему телу и здесь же пока еще есть возможность я могу спокойно их подровнять и немножечко расширить больше или меньше и изготовим теперь дабинговую веревочку вот приблизительно вот столько мне будет вполне достаточно для того чтобы я обозначил свои лапки не забываем волоски которые у нас при намотке слегка удалять назад приблизительно столько будет достаточно все равно мы с вами еще потом окончательно будем подрезать и формировать наши лапки проматываю и закреплю нить аккуратно еще раз подправим наши волоски с верхней части отведем в сторону пленочку я подкрасил и нам теперь необходимо окончательно изготовить грудочку учитывая вот такой объем этого будет недостаточно поэтому мы сейчас с вами еще возьмем и немножко добавим даббинга уводим аккуратненько волоски чтобы их не подминать и вплотную проматываем нашу грудку грудку вот теперь столько нам будет достаточно и берем теперь нашу пленочку и аккуратненько теперь выровняв ее красиво крепим теперь почти до самого колечка оставшуюся часть проматываем и теперь нам необходимо нашему муравью изготовить глазки и усики я оторвал две бородки перышек охотничьего фазана и закрепил их в качестве усов теперь нам необходимо с вами обозначить глазки глазки как таковые из лески мы изготавливать не будем а я возьму закреплю вот такой кусочек резинки цвет не имеет значения потому что мы с вами его потом будем подкрашивать и теперь нам необходимо очень аккуратненько вот так натягивая нашу пленку следить за тем чтобы усы наши не убежали далеко мы их правда еще потом подправим переломив пленочку закрепим там где мы изготовили глазки и теперь на место крепления я на нить нанесу капельку клея и сделаем завершающий узел вот мы закрепили окончательно все элементы усы усы резинки я подрезал слегка подкрасил и вышли вот такие импровизированные глазки и внизу вровень загибом я подрезал лапки которые мы промотали остевые вот друзья мои вот такая неказистая мушка которая и комарик и не комарик готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи